Продолжение следует... Но в реальных условиях левый поворот является одним из наиболее опасных манёвров и достаточно сложен для начинающих водителей. Здесь и в дальнейших эпизодах поворот камеры обозначает точки, в которых водитель должен поворотом головы осмотреть опасные сектора слева и справа от автомобиля. В предыдущих редакциях правил дорожного движения предписывалось при левом повороте разъезжаться исключительно левыми портами. И это действительно наиболее безопасный способ, так как при этом хорошо просматриваются машины встречного направления, которые мы должны пропускать. В настоящее время в условиях интенсивного городского движения, когда одновременно со встречных направлений несколько машин делают левый поворот, они перекрывают друг другу движение, невозможно создание пробок. В последних редакциях правил это требования к управлению. И сейчас примерно в 90% случаев разъезд на перекрёстках происходит правыми бортами, что более быстро, но в то же время более опасно. Так как при этом плохо просматриваются машины встречного направления. При разъезде правыми бортами бывает сложно увидеть встречный автомобиль, который мы должны пропускать. Траектория движения через перекрёсток при левом повороте определяется водителем, исходя из ширины проезжей части, наличия разделительных полос или трамвайных путей, а также действиями других водителей, совершающих левый поворот, с которыми мы должны разъезжаться. Подъезжая к перекрёстку, вам следует наметить для себя нужную траекторию и оценив действия других водителей, началом своего движения попытаться дать им понять, по какой траектории вы намерены двигаться. При этом следует учитывать следующее. Чем шире разделительная полоса или трамвайные пути в зоне перекрёстка, тем более правильным будет разъезд левыми бортами. Чем хуже, тем более правильно правыми. Но если встречная машина начнёт двигаться иначе, чем вы предполагаете, вам следует продолжить движение по той траектории, которая обеспечивает безопасный проезд в сложившейся ситуации. Следующим очень важным моментом является рядность продвижения через перекрёстку. Если вы разъезжаете с правыми бортами, наиболее правильным будет движение из крайне левого ряда к левый ряд дороги, на которую вы подъезжаете. Но если разъезд производится левыми бортами, то более правильным будет двигаться так, чтобы оказаться в среднем или правом ряду дороги, на которую вы выезжаете. При этом вы не должны менять ряд при движении через перекрёсток. И следует стараться закончить поворот в том ряду, в котором вы его начали. При наличии перед перекрёстком знака направления движения по полосам, который разрешает левый поворот из нескольких рядов, вы должны строго следовать его указаниям. Так как при попытке сменить ряд, вы можете столкнуться с машиной, делающей поворот в соседнем ряду. При движении через перекрёсток вы должны обязательно осмотреть взглядом через левое плечо соседний левый ряд, так как по нему может двигаться машина, так же делающая поворот, но по другой траектории. То есть вы поворачиваете из левого ряда в левый, а другой водитель пытается обогнать вас, пройдя по внутренней траектории и занять ряд впереди вас. Столкновение в такой ситуации довольно частое явление. Взгляд в зеркало в этой ситуации Вам не поможет, так как при движении по криволинейной траектории зеркало отражает не тот сектор, который вы должны осмотреть. Но не исключён вариант, что вас попытаются обойтись вправо, поэтому смотреть нужно обе стороны. Выезжая на перекрёсток, первый взгляд должен быть в сторону наиболее вероятной опасности. А завершающий взгляд через плечо в мёртвую зону в сторону ряда, в который вы намерены въехать. Запомните базовый алгоритм выполнения левого поворота. Первое. Перестроиться в левый ряд. Включить указатель поворота. Снизить скорость. Переключиться на вторую передачу. Посмотреть по сторонам. Выезжать на перекрёсток левее середины, готовясь разъезжаться правыми бортами. Смотрим по сторонам. Строим траекторию движения через перекрёсток. Из левого ряда в левый ряд. Пропускаем встречные. Заканчиваем поворот в левом ряду, осмотрев соседние ряды. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... ...поворот в правом ряду, если нет знаков или разметки. Но в условиях интенсивного городского движения правый ряд бывает зачастую занят припаркованными автомобилями. Поэтому возможно закончить поворот в среднем ряду с тем, чтобы не пришлось сразу после поворота начинать перестроение для объезда. Многие водители ошибочно полагают, что если они двигаются под зеленый сигнал прямо или направо, им никто не помешает. Но, к сожалению, в настоящее время это далеко не так. Первое. Мы должны дать возможность закончить движение через перекресток транспортным средством, начавшим движение по предыдущему сигналу светофора. Второе. Бывают случаи, когда водители едут на красный сигнал светофора, либо по невнимательности, либо пренебрегая требованиями правил. А иногда просто не могут разглядеть сигнал светофора из-за сильней солнечной засветки. Возможно появление спецмашин с сигналкой, но без сирены. Поэтому, начиная движение, мы должны пропустить все, кто его заканчивает. Скорость движения через перекресток при правом или левом повороте определяется крутизной перекрестка с состоянием покрытия проезжей части. Как правило, перекресток с углом поворота 90 градусов проходится на второй передаче. Включать нужную передачу следует до входа в поворот и проходить его, не выжимая сцепление, на одной скорости, либо немного увеличивая скорость при выходе из поворота. Это актуально для переднеприводного автомобиля. Проезд перекрестка накатом с выключенной передачей или выжатым сцеплением является опасным, так как при движении по криволинейной траектории машина склонна к заносу. Незначительное ухудшение сцепления колес в покрытии, например, из-за наледи или пятна масла на асфальте, может вызвать занос. А при движении с включенной передачей автомобиль более устойчив. Мы можем либо снизить скорость, используя торможение двигателем, что наиболее безопасно, либо объехать возникшие препятствия, либо уйти с места возможной аварии, используя тягу двигателя, если в этом возникнет необходимость. Использование второй передачи наиболее оправдано, так как, двигаясь на ней, автомобиль имеет хорошую динамику разгона и тяговые свойства. Прохождение менее крутых поворотов на нормальном покрытии возможно и на третьей передаче, но при этом также необходимо иметь запас тяги двигателя, с тем, чтобы вы могли в нужный момент увеличить скорость и при необходимости сманеврироваться. Если же поворот очень крутой, либо дорожное покрытие скользкое, поворот или разворот следует совершать на первой передаче, на безопасной скорости, также имея запас для необходимого разгона. В общем, чем больше радиус, тем выше скорость и передача. Проходя поворот на скользком покрытии на заднеприводном автомобиле, лучше сбросить газ и использовать торможение двигателя. Начав движение на зеленый сигнал светофора, мы должны покинуть перекресток независимо от сигнала светофора на выезд. За исключением тех случаев, когда перед светофором на выезде установлена табличка стоп, которая предписывает вам остановиться, если на этом светофоре красный светофор. И продолжить движение только после загорания зеленого сигнала. Подъезжая к регулируемому перекрестку на красный сигнал светофора, вы обязаны остановиться перед разметкой стоп-линии, если вы ее видите, либо за метр полтора до первого светофора на перекрестке с правой стороны. При этом не следует ориентироваться на левый светофор, так как он обычно устанавливается за пешеходным переходом. Последовательность действий при левом повороте на равнозначном перекрестке без трамвайных путей. Подъезжая к перекрестку, занимаем левый ряд. За 25 метров до перекрестка включаем левый указатель поворота. Подъезжая к перекрестку, убеждаемся в отсутствии помехи справа, либо пропускаем ее. Выезжая на перекресток, намечаем траекторию движения для разъезда правыми бортами. Пропускаем встречные транспортные средства и разъезжаемся с машины, делающей левый поворот правыми бортами. Заканчиваем поворот в левом ряду. Последовательность действий при левом повороте на регулируемом перекрестке без трамвайных путей. Занимаем левый ряд. Подъезжая к перекрестку, включаем левый указатель поворота. Останавливаемся перед светофором. Дожидаемся разрешенного сигнала. Выезжаем на перекресток, намечая траекторию движения для разъезда правыми бортами. Центр перекрестка остается правее автомобиля. Пропускаем встречные транспортные средства, двигающиеся прямо и направо. Завершаем поворот в данной ситуации под желтый сигнал светофора. На выезде пропускаем пешеходов, двигающихся по пешеходному переходу. Пропускаем пешеходов, двигающиеся по пешеходному переходу. Как средств конфигурации перекрестка, возможен разъезд левыми бортами. При этом центр перекрестка останется левее автомобиля. Выезжаем на центр перекрестка. И заканчиваем левый поворот. Но в этой ситуации мы, как правило, оказываемся в правом ряду при выезде с перекрестком. Поворот налево на регулируемом перекрестке с дороги, имеющей трамвайные пути, расположенной посередине на разделительной полосе. Подъезжая к перекрестку, занимаем левый ряд. Включаем указатель левого поворота. Дождавшись разрешающего сигнала светофора, выезжаем на перекресток. Убеждаемся в отсутствии попутного трамвая, либо пропускаем его, и занимаем попутные трамвайные рельсы. Строим траекторию движения для разъезда со встречными транспортными средствами правыми бортами. Здесь и в ряде дальнейших эпизодов вы увидите, что при левом повороте на дороге с трамвайными путями некоторые автомобили выезжают на встречные трамвайные пути. При этом они нарушают пункт 9.6 ПДД. Въезд на трамвайные пути встречного направления запрещен. На условиях интенсивного городского движения, когда очень важно, как можно быстрее покинуть перекресток, действия таких водителей оправданы. Пропускаем встречные транспортные средства, заканчиваем левый поворот, оказавшись в правом ряду. Поворот налево на регулируемом перекрестке с трамвайными путями. В некоторых ситуациях возможен разъезд левыми бортами. Обратите внимание, что некоторые машины создают нам помеху, делая разворот. Поворот налево с выездом на главную дорогу. Выезжая на главную дорогу, мы должны пропустить движущиеся по ней транспортные средства с так называемой линией обзорности. Линия обзорности. Воображаемая линия на перекрестке, выехав на которую, мы не создаем помехи двигающимся по главной дороге транспортным средством, и в то же время видим транспортные средства, приближающиеся слева и справа. На каждом перекрестке линия обзорности имеет свою конфигурацию. Зачастую это зависит от наличия транспортных средств, стоящих слева или справа, вблизи перекрестка. Пропустим машину, двигающуюся по главной дороге. Выезжаем на перекресток и заканчиваем левый поворот. Поворот налево с выездом на главную дорогу, имеющую разделительную полосу посередине. В данной ситуации с линии обзорности пропускаем транспортные средства, подъезжающие слева, а также подъезжающие справа, делающие левый поворот, находящиеся на главной дороге. После этого при отсутствии транспортных средств, приближающихся слева, можем выехать в разрыв разделительной полосы. Находясь в разрыве разделительной полосы, стараемся найти такую позицию, чтобы не мешать транспортным средствам, делающим левый поворот с главной дороги. Пропустив транспортные средства, подъезжающие справа, заканчиваем левый поворот. На перекрестке с трамвайными путями, расположенном посередине проезжей части, на одном уровне с дорогой, поворот налево делается с трамвайных путей. Либо пропустив трамвай, приближающийся к перекрестку, либо, заняв трамвайный путь до него, останавливаемся на трамвайных путях по путному направлению. Под разрешающий сигнал светофора начинаем с движения, разряжаемся с обстричными транспортными средствами правыми бортами. Поворот налево на дороге, имеющий трамвайные пути, расположенные посередине на одном уровне с проезжей части, при отсутствии знаков направления движения по полосам, выполняется в трамвайных путях по путному направлению. Занимаем трамвайные пути сзади трамвая. И двигаемся до перекрестка. На перекрестке останавливаемся для того, чтобы пропустить встречные транспортные средства. Для отсутствия встречного трамвая заканчиваем левый поворот. Левый поворот на регулируемом перекрестке с дороги, имеющей трамвайные пути, расположенные посередине на одном уровне с проезжей части. Не создавая помехи трамваю, занимаем трамвайные пути по путному направлению впереди приближающегося трамвая, не создавая его подъема. Левый рейс по путному направлению остается между колесами автомобиля. Выезжаем на перекресток, заканчиваем левый поворот, пропустив встречные транспортные средства. Сейчас вы видите левый поворот, выполняемый тремя машинами по трём различным траекториям, каждая из которых допустима. При этом главное, чтобы при прохождении перекрестка и выезде с него траектория движения не пересекались. Машина, выехавшая левее середина, занимает при выезде с перекрестка левый ряд, двигающая через центр средний ряд, а машина, выехавшаяся из середины, занимает правый ряд. В этом эпизоде вы видите разъезд правыми бортами, выполняемый автомобилем левее центра перекрестка. Обратите внимание, автомобили, разряжающиеся правыми бортами, выезжая с перекрестка, занимают левый ряд. Продолжение следует... В этом эпизоде вы видите разъезд левыми бортами, автомобили выезжают за середину перекрестка и занимают средний ряд при выезде с него. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас вы видите типичную ситуацию. Несколько автомобилей поворачивают налево по правильным траекториям, разъезжаясь правыми бортами. А идущий следом за ними автомобиль пытается обогнать их на перекрестке, пройдя левее и подвезая их на выезд с перекрестком. Вот почему водитель обязан при повороте контролировать ситуацию вокруг своего автомобиля поворотом головы налево и направо. Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас вы видите ту же ситуацию, но обгоняющий автомобиль подрезает справа. Субтитры создавал DimaTorzok 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 В этой ситуации вы видите, как автомобили подрезают с двух сторон. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...